Чинять судам большой ущерб. А что морские создания могут нападать на яхты целыми стаями и вылетать из воды на борт словно торпеда? К счастью, все эти жуткие инциденты были запечатлены на камеру, поэтому у нас есть возможность взглянуть на них. В этом выпуске я покажу вам самые пугающие моменты с морскими животными, в которые никто бы не поверил, если бы их не сняли. Кит и лодка Китов принято считать дружелюбными морскими обитателями, которые не причиняют вреда никому, кроме криля и планктона, их основной пищи. Тем не менее, не все киты добрые. Некоторые киты иногда бросаются на лодки и корабли и могут ненароком навредить людям. Один из таких инцидентов произошел в 2010 году, когда любители фотоохоты на морских гигантов едва не стали жертвой объекта своих наблюдений. На их яхту, неподалеку от южноафриканского города Кейптаун, запрыгнул 10-метровый монстр – южный гладкий Кит. Выпрыгнув из воды, гигант приземлился на лодку Паломы Вернер и ее партнера Ральфа, сломал мачту и соскользнул обратно в воду. К счастью, сами любители фотоохоты не пострадали. Им очень повезло, что Кит их не задел. А вот яхте досталось неслабо. Кит нанес ей ущерб в размере 10 тысяч долларов. Как считают эксперты, винить кита не стоит. Он не хотел причинить вред людям. Это вышло случайно. Я не хотела этого. Дело в том, что южные киты плохо видят. Они фактически полуслепые, поэтому движутся по океану, полагаясь на звук. Именно поэтому происшествие можно списать на банальную случайность. Каяки. Помимо южных гладких китов, в подобных инцидентах нередко принимают участие горбатые киты. Они, кстати, считаются одними из самых злых и агрессивных китов в мире. Иногда они могут буквально впадать в ярость и налетать на людей. Один из таких эпизодов был снят в 2015 году. Два туриста наблюдали за плавающими вокруг каяков китами, как вдруг горбатый кит выпрыгнул из воды, пролетел рядом с каяком и приземлился прямо возле него. Все бы ничего, но когда рядом с тобой падает гигант массой в 40 тонн, то хорошим это вряд ли обернется. Тем не менее, ребятам повезло. Когда кит приземлился, туристов выкинуло из каяка и затянуло под воду. К счастью, туристы не пострадали, но вот на каяке осталась небольшая вмятина. Впечатлений им хватит на всю жизнь, ведь, по их словам, момент падения горбача был похож на то, словно рядом с ними обрушилось огромное здание. Стая Горбатые киты, как видите, не самые добрые морские создания, но им далеко до настоящих монстров. Китов-убийц, также известных как косатки. Вообще, ученые считают, что косатки опасны только для других морских обитателей, и что для человека они безопасны. Доля правды в этом есть. В естественной среде обитания косатки не проявляют страха перед человеком, однако случаев нападений задокументировано не было. Но вот случаев нападений косаток на яхты и корабли не так мало. Один из самых пугающих и необычных случаев с участием косаток произошел в июне этого года, когда стоя косаток напала на британскую яхту в Гибралтарском проливе. Около 30 косаток окружили судно, когда оно шло в 40 километрах от Испанского берега. Огромные животные бросались на руль яхты и разворачивали ее. Морякам пришлось спустить паруса, выключить электрооборудование и надеяться, что косатки успокоятся. К счастью, хищников интересовала только яхта. Спустя два часа косатки уплыли, причем одной из них удалось отгрызть от руля большой кусок. Яхта добралась до берега Испании, после чего ее пришлось оставить из-за повреждений. Много рыбы Если, находясь в море, вы видите, что перед вами вдруг появилось огромное количество мелкой рыбешки или планктона, то это может означать, что неподалеку плывет огромный кит. Лучше в такой ситуации отплыть подальше, чтобы дать гиганту пространство. На этих кадрах мы видим именно такой эпизод. За секунды вокруг дайвера образовалось мини-море из мелких существ, а спустя пару мгновений из воды появился огромный кит, который заглотил их. К счастью, дайвера он не задел, хотя и находился всего в нескольких метрах от него. Конечно, это не так страшно, как приземление многотонного гиганта возле кайка или атака косаток, но уверен, что дайвер нехило перепугался. Столкновение с косатками в море – это, конечно, не самый приятный опыт, но все-таки в китах по большей части нет ничего плохого. А вот о хищных и зубастых акулах такого точно не скажешь. Смотрите дальше, чтобы увидеть самые пугающие столкновения дайверов и рыбаков с акулами, узнать о безумных рыбах, бросающихся в погоню, и увидеть, как рыбы способны неожиданно выпрыгивать из воды. С оружием Отправляясь на подводную съемку, лучше всегда брать с собой какое-нибудь оружие, ведь никогда не знаешь, кто может повидаться с тобой под водой. Это может быть как безобидная рыбешка, так и крайне опасная акула. Этому парню попался второй вариант. Совершив погружение, он увидел, что прямо на него плывет хищная акула. К счастью, с собой у него был гарпун, однако он не гарантировал полной безопасности. На оригинальном видео слышно, что парень не смог сохранить спокойствие и начал кричать прямо под водой. Ему повезло, акула не стала переть на него и уплыла. Казалось бы, можно расслабиться и продолжать съемку, но тут акула решила пойти на повторный круг и вновь подплыла к дайверу. На этот раз дайвер действовал уже смелее и даже попытался ткнуть акулу гарпуном, чтобы прогнать. Акула поняла намек и не стала больше к нему лезть. Хорошо, что все обошлось, но жутко даже представить, что было бы, если бы дайвер забыл гарпун на берегу. Или если бы акула была в плохом настроении. Жутко, когда ты видишь акулу перед собой, но, наверное, еще более жутко, когда ты даже не догадываешься о том, что рядом с тобой находится смертельно опасная акула, готовая атаковать в любую секунду. Именно такой пугающий момент был снят дроном в марте этого года. Двухметровая акула проплыла в нескольких метрах от ничего не подозревающего серфера, тренировавшегося возле австралийского пляжа Марубра в пригороде Сиднея. На кадрах видно, как акула приближается на опасно близкое расстояние к серферу, который лежит на доске и пытается поймать волну. К счастью для австралийца, в какой-то момент хищная рыба резко меняет направление и уплывает в противоположную от него сторону. Оператор затруднился определить вид акулы, но, судя по силуэту, это была либо большая белая акула, либо тупорылая акула, также известная как акула-бык. Оба этих вида крайне опасны для человека и могут первыми проявить агрессию. Нередко они нападают на серферов, так как принимают силуэт доски за очертания морских животных, поэтому можно смело сказать, что серферу очень повезло. Мурена Уверен, что все вы хотя бы раз в жизни слышали о такой рыбе, как мурена, но не так много людей знают, что эти рыбы опасны. Причин несколько. Во-первых, они больно кусаются, а во-вторых, во рту мурены содержится множество бактерий, которые при укусе немедленно попадают в рану. Учитывая, что мурены обычно кусают несколько раз подряд, эти рыбы начинают казаться еще более неприятными и жуткими. И хотя на людей они нападают не так часто, иногда стычки все-таки происходят. Например, в 2018 году в бухте Садвана в Южной Африке случился неприятный инцидент. Молодой дайвер из Польши совершал погружение, чтобы увидеть коралловый риф, когда на его пути встретились две мурены. Жуткие рыбы начали преследовать дайвера, а одна из них, которая долгое время за ним наблюдала, широко открыла пасть и атаковала. Непонятно, почему именно это произошло, но главное, что дайверу в итоге удалось оторваться от разъяренных созданий. Из воды Еще одна опасная рыба – это барракуда. О ней, думаю, слышали все. Эти зубастые монстры далеко не те создания, с которыми вы захотите подружиться, находясь в воде. В мутной воде барракуды нередко нападают на людей, принимая движущиеся ноги и руки пловца за рыбу, свою добычу. Но даже находясь на берегу или на лодке, вы не застрахованы от встречи с этими монстрами. Этот удивительный и в то же время пугающий ролик был снят несколько лет назад. Кевин Фейер и Брэд Декарт рыбачили неподалеку от побережья Флориды. На удочку Кевина что-то клюнуло. Рыбак изо всех сил пытается удержать добычу и затащить ее в лодку, но вместо нее в лодку прыгнула барракуда. Рыба торпедой вылетела из воды и попала на борт, где тут же начала биться от нехватки кислорода. В такое было бы очень сложно поверить, если бы Брэд не снял это на камеру. К счастью, рыбаки не пострадали. Барракуда их не зацепила и не стала атаковать на судне. Не пострадала и хищная рыба. Вскоре рыбаки закончили съемку, аккуратно подняли рыбу и вернули ее в море. Кстати, как сказали потом рыбаки, весила эта барракуда килограммов 18-20. Повезло, что такая махина не влетела кому-нибудь из рыбаков в голову. На самом деле, рыбы достаточно часто выпрыгивают из воды и прыгают в лодке рыбаков. Причем приютить на своей палубе барракуду – это еще далеко не самый плохой вариант. Куда хуже, когда вашу лодку в качестве цели выбирает акула. В это сложно поверить, но такие инциденты тоже происходят. Например, в 2017 году в Австралии большая белая акула длиной почти в 3 метра и массой в 200 кило запрыгнула в моторную лодку, в которой находился рыбак Терри Селвуд. В отличие от Кевина и Брэда из предыдущей истории, Терри повезло меньше. При выпрыгивании хищница ударила 73-летнего рыбака грудным плавником. В результате рыбак получил травму руки. Неприятно, конечно, но это куда лучше, чем если бы акула вцепилась ему в руку. Напуганному Терри пришлось забраться на планшир в носовой части небольшой лодки, чтобы избежать дальнейшего контакта с животным, ведь акула заняла почти всю палубу. К счастью, с собой у рыбака была рация. С помощью нее он экстренно вызвал спасателей, которые сняли рыбака с лодки и доставили на берег. К тому моменту, когда они вернулись, акула была уже мертва. Ее пришлось доставать из лодки с помощью автопогрузчика. Что ж, а на этом все. Напишите в комментарии, что самое жуткое происходило с вами, когда вы были на море или речке. И спасибо вам большое за просмотр. Субтитры сделал DimaTorzok